Версень, Турция, на переговорах Клын, Лаврентьев достигнуто согласие. Версень, Турция, 18 октября 2019 года. На переговорах Клын, Лаврентьев было достигнуто согласие о необходимости предотвращения угрозы территориальной целостности Сирии со стороны террористических организаций. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Клын, Ибрам Каун, принял в президентском комплексе в Анкаре специального представителя президента Российской Федерации по Сирии Александра Лаврентьева и сопровождавшую его делегацию. На встрече обсуждались последние события в Сирии и стратегические вопросы, в частности операции «Источник мира», ситуация в Идлибе и Монбидже. Было подчеркнуто, что операция «Источник мира» проводится с целью устранения обеспокойности Турции в сфере национальной безопасности и обеспечения безопасного возвращения сирийских беженцев на родину. Стороны достигли согласия о необходимости предотвращения угрозы территориальной целостности Сирии, создаваемой всеми террористическими организациями, включая партию «Демократический союз», «Пыть», рабочую партию Курдистана, РПК, отряды народной самообороны, ИПК, ИДИЛ, запрещена в РФ, примечания редакторов, а также продолжение сотрудничества Турции и России в этом направлении. На встрече также был оценен ход процесса политического урегулирования и работы Конституционного комитета. Комментарии читателей. Мими Такев, какое согласие. Друзья мои, карта безопасной зоны, начерченная нашим лидером, известно. Как русские могут совершать такое предательство? Они всюду поднимают свой флаг. Когда придет время, надо будет кинуть им хорошую подлянку. Мия, результат. Россия продолжит опекать РПК вместо США. Горзан. Ну что ж, когда ты наклоняешься, тебя бьют по голове, а, когда ты стоишь прямо, кланяются тебе. Али. Турция и Россия должны вместе выгнать США-осионистов из региона. ЯКС, нам дали гарантии насчет РПК на границе с Сирией, но, если не мы будем контролировать эти территории, если там будет сирийская армия, значит это пустые гарантии. Разумное решение. От государства безопасная зона. Российская полиция патрулирует и контролирует ее. Таким образом и регион будет находиться под контролем России, и Турция будет уверена, что там нет РПК. Что касается сирийской армии, они попытаются выкрутиться из положения, облачив членов РПК в форму сирийской армии. Амер. Хорошо, но считают ли русские пыт террористической организацией? Урфал, давайте во что бы то ни стало войдем в кабани. Да ай, а если договоришься с Америкой, что будет-то? Разве США соблюдают заключенные договоренности? Нет. Для них это пустая болтовня, которая ничего не значит. США, бандитское, двуличное, лживое государство. Ань, не теряйте за столом переговоров то, что достигнуто военными на поле боя. Осман-Эль, и России нельзя доверять, они тоже ударяли нас ножом в спину. Егелидин, нам следовало бы действовать быстрее армии осада. Да, мы критикуем, но никогда не предаем. Мы до конца будем на стороне нашего государства, нашей армии. Мечул. С первого дня войны в Сирии мы всегда договариваемся за столом переговоров. Но почему-то не можем договориться на поле боя. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.